нужно было на атаку что-то другое положить поставить короче я только зашла домой ребята я только зашла мы уже посрали поссали и вот я уже тут все вытерла видите плохо вытерла развод остались нужно оборудовать сейчас будет ванну я еще ничего не сделала я думала пока собаки не придут делать это короче у нас щеня девочка девочка такая у нее была со сломанной ногой вот ее гипс сделали вот это вот гипс здесь тут у нас была самая дорогая операция твой шполь это ее вот сбила получать вот этот палец вообще не работает как будто бы вообще не фурычит да ну не знаю было ли что-то по поводу мизинца и не знаю там рентген что сказали мне кажется пальцу пизда вообще какой-то дохлый до а второй я пока я не знаю я временно отвезла на балкон потому что там пиздец ванище конечно от собаки ее мыть нельзя пока она не реабилитируется сейчас я покажу вот сейчас нужно будет ездить искать дела детклинику мне еще в виде поменты купить надо и поводок потому что не знаю сможете она у меня с в тапушки день эти приетик это вот страшный хвостиком виляет до сих пор письмо допу это у меня в растениях он тут лежит будет не вот из коробки привезла вот это мальчик вот это самый-самый ужасном состоянии он вообще не встает вот ему этот катетер ставили мне придется это это мой коврик кстати на котором я занимаюсь это не придется и она небольшие еще не буду заниматься что там говорила а нужно сейчас капельницу ехать покупать и медикаменты потому что он вот это вот в очень плохом состоянии и с ним чего он клещ его поел выйти он весь черный вот и у него заражение рецепт вот машине у меня рецепты остались его прокапали но завтрашнего дня надо быть он не делать я не знаю оставлять его тут или нет или на ночь вроде ветра нету тут у меня куча растений и вроде как не знаю но нужно его прицепить я думаю что все равно нужно будет какой-то поводок эти решетки такие конечно у него сил нет чтобы что-то тут делаешь вот киска конечно в шоке от хотеть ну он это вроде нет пока нормальный вонючий просто и быть короче его нельзя потому что но он слабый очень слабо и слабый вот такие вот делаю так я чат не вижу вот а этот короче блин это пока умная девочка и чем она умна она начала скулить она начала скулить но мне негде было ее высадить а где мой чат куда я чат делаю чат на стуле оставила помнишь лесной его это вот пытаемся свет сильно яркий выключу вот этот включить так но нужно теперь это он не вот так вот я о том что и говорю что что он может выпасть сейчас я я чем и говорю что он может выпасть из балкона если он полезет куда-то так то я говорю настолько слабый что он не ходит но он немножечко ходит но в общем нужно ему какой-то ошейник придумать либо сейчас временный либо съездить купить купить что-то чтобы если он встал он не полез в эти дырки потому что он же не какашка вот привет новакоин привет всем я это щенок когда она вообще это очень активно очень активно поэтому ей просто нужно нужен особый уход пока гипс тоже какие-то там антибиотики ставить и следить чтобы ну вот она как бы ходила там получается олеся иногда бывает микролак а сейчас нет все норм ты их через шприц кормишь я только приехала я еще не через чок не кормлю сейчас им нужно водичку нужно поставить пока мне нужно тарелочки где-то найти еду им насыпать вот ну сейчас буду думать что куда зачем вот не получилось сегодня стрим запустить потому что знаете что мне кажется пришла домой у меня стал ноутбук входить в гибернацию с ОБС я не знаю как это исправить то есть раньше я когда ОБС запускала у меня ноутбук не выходил в гибернацию сейчас выходит вот так вот так вот какая же ты уночка а еще кошку надо накормить кошка вообще в шоке от этих чудиков нет пеленки и дашек на этом все будем оборудовать я вот еще думаю что ну щенок маленький наверное будет срать и ссать часто вот но вообще я бы их вытаскивала на улицу потому что они не очень любят ссать под себя я сколько насколько знаю просто их вдвоем по очереди спортом буду заниматься и вот щенок худенький он его нормально таскать а вот эту вот мальчика вот этого вот который с бриллиозом он очень знаете прям тяжелый я прям шла и чувствовала спину по ступеньку когда поднималась у нас лифта то нету вот отключить ее нафиг на короткий поводу чтоб не повесился он слабый ничего не рванет да да нужно тогда просто найти какую-то веревку получается у меня лишних веревок то нету еще нужно достать из машинки из моей машины но эту сумку переноску получается ее постирать потому что она бостона типа коляске да как делаю как в коляске как я могу это коляску по этим по ступенькам это нужно знаете этот теперь отключи и нафиг гибернацию а просто отключи гибернацию все ну да логично это do you have pre-chair food in your house too i've been excited on now i am hungry ouch i don't know what i have in the fridge but i don't have appetite смотри что она делает сейчас подождите смотри что она делает закапывает еду как говорит закопаем сейчас чтобы никто не уволок что кто-то сопрет да нужно водой налетаем водичка водичка вон всю выпила а еще в видео вышли прикольно она короче поймала птицу с голодухи что ли я вот даже не знаю я теперь поняла почему она у меня вареную курицу не ест а я столько сырую потому что сейчас все разбросила так короче этот щенок отдыхает в ходу он спать сейчас лег надо ему оборудовать все чтобы он нормально лежал он бьет шваба кстати я еще забыла но положила так у меня есть блюдечко есть мисичка такая привет привет вот такая вот мисичка есть это наверное для одного еще на отходке маленькая правда там коврик или кафель там коврик такой вот видишь специально кошачий а ты не про это коврик или кафель здесь пока кафель но я должна пеленки настелить пеленки и место у меня есть этот сейчас скажу что у меня есть так вот это вот мне можно использовать вот это у меня для собак вот это вот теплая такая штучка та пока пусть на коврике а здесь этому нужно будет это постелить сейчас сначала пеленка разограду стойте пока так стойте пока так так все 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 у меня еще есть сейчас чтобы я видела, что я показываю я перевернусь я переверну это я повыше я поверну другую палку восьмую палка побольше есть мы сейчас оборудуем для щенка и пойдем, наверное, поищем зоомагазин зоомагазин с ветпрепаратом потому что завтра с утра нужно будет уже делать капельницу и желательно найти повдок либо мне придется мастерить какой-то поводок саморучно хотя, знаете, у меня есть вот эти вот резинки можно временно из них это резинки, которые у меня порваны от этого ну вы поняли, от чего можно будет из них даже замутить временный поводок так, стоять все, вам будет все видно сейчас мы будем тут мутить мне понадобится скотч скотч, скотч, скотч я примерно сейчас то, что я делаю я делала с этими щенками когда у меня были у меня были маленькие щеночки так, я тебя сдвину и я мутила, сейчас я покажу вот так а то вы мои ноги будете видеть блин, смотри, как прикольно торчит так бельонки, бельонки, бельонки стоять не, купать нельзя еще, конечно короче, я вот так вот делаю и сколько бы кошки просто блин, вы все равно меня не видите сейчас и все, дальше вот так будет ли все видно? а то я аккуратно запускаю такс это, наверное, вот сюда вот сюда вот сюда устроила себе именно с Надюрой Дейгана получается, сэн-трасти ну, типа того типа того вот сюда вот сюда а что, у нас сегодня десяток? вы меня не пугаете? привет, Саш для собаки, конечно, ощутки умные, на самом деле за порода 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 ну да порода породистые собаки очень породистые очень породистые дворотвейлер слышал такую собаку? так теперь постелим обычную вот эту штуку я ее буду часто стирать поэтому мы ее просто вот сюда постелим чтоб собачки была нормальная вот так вот так о теперь надо ее переложить угу угу ну давай перекладывайся опа 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 ложился все черебось так это мы сделали теперь как и здесь потому что он выходит что? это будет у меня пока экспериментально я не знаю насколько он вот этим носом все за ночь расхуячит потому что это как-никак щенок ему скучно смотрите кто тут наблюдают ну она уже отошел а да отошла от наркоза мне кажется вчера же сделали операцию собаке надо попить а здесь и Иди в душе. Триточка такая! Все? Будешь больше? Все? Вот тут ставлю, смотри, вот тут вода. Мне кажется, там как раз вот она будет есть, пить и вот там вот мусор. А есть будешь? У меня есть вкусняшки. Да, попробуем. Сейчас, какую-нибудь выберем. Вкусняшку. Вкусняшку нам тут Джейнка понадавал. Вкусняшек. Так. Сейчас, сейчас мы. Ммм. Какой-нибудь, блин, контейнер был. Я сегодня все покидывала. Контейнерочки такие. Ну ладно, давайте попробуем отсюда дать. Сейчас. Сейчас. Сейчас вам немножко вот тут. Вот так. Все. Это у нас... Туркейс. Ой, чай-то не вижу, подождите. А что это у нас тут такое? Блин, надо все-таки... Я вот эту вот возьму. Времени. О! Это будет миска, чтобы она, если что, раскидывала. А тут тебе удобно подать. На! Жранькой. Ай, палец! Ой, подожди, там под бороду текет что-то. Ой. Привет, ребят, с кем не поздоровалась. Я извиняюсь, я немножко занята. Спасибо, Кирилл. Так, это у меня пописала, покакала, поела и попила. Как назовем? Что там, насляясь ли, да? Скинул самый ближайший зоомагазин, который работает до девяти. О, хорошо, спасибо. Рекс, это девочка. Рекс на балконе у нас получается. Да, второй еле ходит прям. На, последний вот этой тай. Носа надо теперь вытереть. Все, поели. Так, сейчас я руки помою и тебе воротник помою. Чем можешь помочь? Да, в принципе, ничем. Можешь приходить помогать собаку гуливать. Сучу. Thank you for beads. Слезнячек надо помыть. Грязная, что это, сука, швинетая, швинетая, смотрите, что грязная. Грязная такая, что это такое. Все. Шистая, шистая, труба чистая. Водичку еще будешь? Что это такое? Что это? Что это? Лапа. Ты лапочка такая? А точно, у нее лапа больная. Да, и она лапочка такая, колесенькая. Ну, давайте лапа будет. Лапа. Лапа. Сейчас голову поднимет и разольет. А, кстати, да, могла. Мазочек, hello. Мне мизинец ее очень не нравится, вот этот вот. Мне кажется, он сломанный. Его бы тоже вот так примотать, чтобы ты расстался, да? Видите, что-то с ним не так. И тут вот ранки. Ранки. Короче, те, кто только пришел, это собака, это щеночек, девочка. Ее сбила машина. Сбила машина, и никому не было до нее дела. У нее перелом ноги. У нас в группе в телеграм-канале я выложила, какой перелом у нее был. Сейчас покажу. Сейчас покажу на эту. На эту у меня тут вот. Вот. Вот, видите, какой? Это перелом. Вот это вот тут. И тут это вот операцию делали ей вчера вечером. Видите, прям, получается, косточки. Ой, это у меня там кондиционер пулькает. Это косточки, получается, складывали вот так вот вместе. И теперь, ну, видите, он не просто перелом. Тут как бы, ну, разрушенный перелом, да? Такой, прям кости вот торчат вот так. И вот это ей сложили, получается, косточки, зафиксировали пластинами там. И отделили гипс. По-моему, через 12 дней сказали, нужно будет снимать, менять гипс. Менять, потому что там же нужно все там чистить, да, чтобы там ничего не было. Грейси лапа можно назвать. Кстати, палец собаки не нужен, да? Ну и все тогда. Духаст, десхозамректонфлек, LGXG, DXC. Ой, это такая капелька такая. Ты такой сладкий. Да и что-то так тяжело. Скажи, мне бы вот бегать и бегать. Это же такой анонимус. Ой, ты пушь, ты пушь, ты. Духаст, духаст, I'm rich, rich and flake. What? Привет, Сол. Ты пушечка, нужно еще глазки. Не люблю, когда у собак засранные глаза. Подождите меня немножко. Донатим на салфетки, ребят. Салфетки будут заканчиваться просто пиздец как. Я уже полпачки пока говно за ней вытирала. Вот. Уже полпачки израсходовала. Шучу, не надо мне донатить на салфетки, не ждешь вас тут. Ой, какашка там. Какашка. Грязный. Вот такой. Что ты там меня мучаешь? Смотрите, как грязный. Видели, как она сделала? Типа, отстань. Никак не зовут. Мы с чатом думаем назвать ее Лапа, потому что у нее сломана лапа. И она такая лапочка, и эта девочка такая. Ой, ты пушечка такая вот. Мою собаку Лабрадор тоже машина сбила давно. Сустав задней лапы вылетел. Короче, нужно будет утром каждый раз на травку выгуливать. У тебя сердце в нужном месте. В жопе. Ты не привыкла к таким крикам, да? Вот тебе привыкай, с тобой придурок живет. Ты знаешь, когда я стрим начну вести, что с тобой будет? Ты вообще охереешь. Поэтому лучше сразу привыкай. А она уже сегодня ехала под музыку. Мы такие твуц-твуц. Кружим, кружим. По району ехали. Вообще в машине нормально. Блин, там же у меня вонючая подстилка обоссана. Надо достать. Вот так вот. Ушки хочешь почищу? Хочешь? Там ушки чешутся. Наверняка у тебя. О-о-о, какой-то у меня собака любит. Да. У меня собака любит, когда у нее ушки чешутся. Дай, дай, дай. А-а-а, заебись, да? Угу. Подождите. Вторую ушку давай почешу. Нравится, да? Смотрите, какая грязная. У меня есть антибактериальное мыло. Еще нужно им шампунь купить. Я все равно в скором времени не помою. Или не помою, хер знает. Кряхтит от удовольствия. Мне очень так жалко того пеша, который на балконе тоже. Ну да. Спасибо, Сол. Лапа, ты хочешь еще пить? Угу. Что? Не хочешь пить? А что ты делаешь? Я тебя покормила, попила, посрала, послала. Что тебе еще надо? Это немецкое. У тебя сердце в правильном месте означает. А-а-а, это перевод. Все, понял. Спасибо, Парш. Все, я поняла. Так, пойдемте чекать вторую собаку, если она еще не выпрыгнула у меня с балкона. Хотя я сомневаюсь. Так, она лежит нормально. Лапа у нее нормально. Да, вот что ты такое скрючила? Тебе вообще так удобно лежать? Вот это вот, что это такое? Тебе точно удобно так лежать? Все, заебись. Можно отходить? Да, ему кубик, да? Звучил. Теперь оставь пока, может, она правда говорит? А-а-а, отстань от меня. Лапа, я тебя оставляю спать? А, Лапа? Говорят, ты разговариваешь со мной вообще-то. О, она говорит, отъебись от меня. Ну и пожалуйста. Пожалуйста. А это что такое? Это что? Это стрим идет? Это наблюдение, да, такое, типа, за происходящим, киса? Или что это? Вот это что? Ты контролируешь ситуацию, чтобы я ничего, ну, случаем там не сделала, ни того, да? Контролирует, да? За собакой. Ты будешь следить? Ты будешь следить, если что, да, вот это вот, чтобы там ничего не случилось? Давай-давай, следи. Что? По съемкам пошла, да? Ну, пиздует, знаете ли. Я тебя держать не буду. Вали. До свидания. Пойдемте, человек, второго пёселя и ошейник придумать надо. Второму пёселю надо придумать ошейник. Так, ты только не привыкаешь, что я вот тут буду всегда рядом с тобой. Спокойно. А, нет, тоже вытяжку включаем. А вот свет мы яркий выключаем. Да, блядь. Всё, свет выключили. Ножницы забираю. А то вдруг играться будешь, как бы порежешь себе что-нибудь там. Всё. Пойдемте чекать вторую собаку. А, её же, наверное, тоже покормить надо вторую. Вторая не какала ещё. Вот что мне со мной... Она пописывала, но не покакала. Вторая у меня не какала ещё собака. Эхер знает, когда она будет какать. У меня это торговая улица. Вы не обращайте внимания, что у меня будет этот... Тут, тут, тут вообще. Тут как бы нормальные люди тусят. Блядь, как бы она мне не сдохла, вот эта вторая собака. Сейчас подсвечу. Так, поставлю. Короче, вот второй пёс. Вот. О, нет, ушам шевелит. Ещё жив. Так, его нужно укутать, потому что ему может быть прохладно. Он, видите, слабый. Блядь, бедный писюн у него, посмотрите. Он слабый. У него тут как бы двойная вот эта моя штучка. Вроде не должно дуть, потому что у меня всё на балконе как бы тут заставлено растениями. Но его нужно укутать. Укутать, укутать. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Да, 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 да. Сейчас что-нибудь придумаем, придумаем тебе. Надо что-то придумать. Я уже какой раз-то говорю. Подушки. Сейчас. Сейчас. Коробку, во-первых, я хочу туда поставить. Нет, коробка пусть. Если он захочет, в коробку заползёт. Он ходит, если что. Он ходит и спокойно может вылезти из балкона. Клещ, да. У него берелиоз. Берелиоз, переросший в инфекцию. То есть от клещей пошла инфекция в крови, и он умирает. То есть не просто берелиоз, это подкожный клещ. Вот это вот то, что всё сухое, да, у него. Это как бы, ну, это у собак это нормально, да, когда у них, ну, клещи подкожные. Но ненормально, когда это, они вот заражают внутри. Да, 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 не бойся. Всё, мы тебя вытаскаем. Ты понимаешь, что ты теперь, ну, смотрите, какая косточка плененькая. Надо что-то сказать, что ты. Вот, теперь лапки у нас. Ой, какие мягенькие подушечки. Подушечки мягенькие. Ну-ка, нос. Нос холодный. Холодный нос. Какие глазки вон они, какие глазки. Мамонтёночек такой. Слушайте, я думаю, у того нужно забрать плед. Спизжу-ка я плед у того, пусть тот на пелёнках лежит. Скажите или нет. Если я сейчас не найду плед, я спизжу у того синий плед. Потому что там вообще, по идее, нету этого. Нету, что нету, что нету. Чего нету? Чего нету, того нету, блядь. Катаракт, нет, это просто он уже умирал. Она говорит вот про эту собаку. Сейчас. Я пока буду пледы искать. Про эту собаку. Она говорила, что она говорит, я тебе хочу вот эту собаку дать, но не уверена, что она живёт, жива ещё. Она говорит, что, скорее всего, она уже умерла, потому что она была в очень плохом состоянии. Очень. И она её как бы дала ей таблетки. И говорит, хер знает, выживет, не выживет. Посмотрим, да. И вот эта самая, она выжила на утро. И, говорит, даже начала есть. То есть таблетки помогают, то лечение помогает. Но мне нужно сейчас, блядь, успеть до 9 часов за медикаментами. Спасибо, Саша, за перевод. Не трогай лицо, руки не моюсь. Какой-то это там скулит. Вот она так ночью будет делать, я её выгоню, в приют поедет. Кто это тут у меня скулет? Что это значит, ты скулишь? Что это значит? Что? Не, я понимаю, ты щенок, и тебе скучно. Ну, а я что? Вот ты можешь сейчас, конечно, скулить ещё, и тебе разрешать. Но ночью, если ты будешь скулить, я тебя убью. Я вообще не подумала, что у тебя нога сломает, я тебя вторую сломаю, поняла? Да ты моя слабочка. Мусечка. Может, тебя-то уже укрыть? Ару? Ну, ты спишь же, глаза закрывайте, нет? Нужно хныкать, чтобы я рядом была, да? Всё, я тебе заберу плед для той собаки, ты дохныкалась. Вот, и решили дело с пледом. Ну, это же не замёрзнет тут, скажите же. А ту укрыть надо, ту укрыть надо. У этой подстилки хватает будет. Ух, ну, что? Там мягко, не пизди. Я тебя хочу, да, Машу? Вот тебе вот ещё вот такие вот. Вот у меня остатки от моих этих. Ты можешь их грызть и засрать вообще, в принципе. Это, знаете, я покупала у меня новые постельные комплекты, и они продавались вот в таких вот штучках. И вот мешочки такие, понимаете? Можно будет, я настелю, будет лежать на мешочках. Вот так, всё. А это тумул вот этим. Тумул. Так. Уехали. Я открою дверь, пока ладно, пока, ладно, пока. Потом, ну, конечно, закрою. Пошли. Мне кажется, я просто не очень понравилось, что я дверь закрыла. Сейчас посмотрим, будет скулить. Так, это. А это накроем сверху. Надо три пледа, чтобы на всех хватило. И, Олесь, не, у меня есть плед, у меня много пледов. Просто не все хочется тратить на собак, жалко же. Ну, типа, хорошие пледы. Я вот эти пледы с Киева принесла. Их не жалко. Так, видно всё, да? И специально для собак принесла, кстати. Вот. Это, знаете, вообще спизженные как-то. Знаете, где я спиздила? Ну, выгадайте, где я могла пледы спиздить. Конечно, в самолёте. Когда в Шри-Ланке всякие летала, там, знаете, пледики выдавали. О! О, тебе кухи оставить? У меня, на самом деле, этот мой коврик, он так-то резиновый. Хоть он и тоненький, но он, это, мягенький, да? Мягенький. Вот это очень хорошо, что вот у меня коврик кошка обоссала, что мне теперь не жалко коврик. Вот так-то. Смотрите, какие ушки. Ой, кажется, как будто сейчас сломается ухо. Всё-всё, не трогаю. Капец. Реально, она столько жёсткая, что кажется, что ап сейчас и отвалится. Он, кстати, как вывалился из коробки тут, так и лежал. Даже не переворачивался, не двигался. Какой ошейник ему, да? Ну, не, всё-таки мне спокойнее будет, если он, конечно, привяжется ошейником. Это массаж. Это тайский массаж, понимаешь, тебе? Ну, так, чтобы тебе бонусом был тайский массаж. Вот так вот, а не тайки вот так делают. Прижимают. Вот так вот. Это вот так делают, да? Ну, если что, на балконе можешь срать. Я сразу предупреждаю. Тут балконы, как бы, очень легко обраться. Поэтому сри сколько угодно. Можешь прямо на плед насрать. Если что, постирай. Это твой будет плед. Всё. Значит, идём в ветеринарку. Покупаем эти всякие медпрепараты. И, 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 и... Ошейник, да? Вы запомнили, они маленькие. В принципе, небольшие ошейники нужны. И, 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 и... Давайте временно постирай веревку. Ой. Так вот. Так. Это пиздёныша. Thank you for the sub, Andrew. Не добавляй раздражения на коже. Не надо мне тебе хорошо. Ты, Кита, ты тут мне не скули. Короткий погрызть может, да? Он ничего не будет грызть Они живы, да Спасибо, привет Так, значит Пойдемте мутить какой-нибудь повар Сейчас я буду Лазить Короче, вы как поняли Сегодня никакого стейк-стрима, да? Я думаю, что мы на завтра это принесем Ой, что-то там с подписками, да? Покормить хотела А, точно, точно, да Да, сейчас попробую покормить Ну, он просто не покакал Третий Уровень третий Спасибо Еще и 50 месяцев Сейчас Так, значит Значит, нам надо найти Нам надо найти Что-нибудь, чтобы Сейчас я не могу Сейчас я руки помаю Пить, я хочу, пить, я умираю Сейчас Я берусь и воткну Я тебе звукоизоляцию тут сделаю Накрою поролоном И соседи тебя даже не услышат Так Так Так-так-так-так-так-так-так Сейчас что-нибудь придумаем Нужно поводок из чего-то придумать Леонас Леонас О, опять салфетки нашли Случайно они меняют Леонаса Пригодите собаке Так Просто я помню У меня еще две пачки У меня у нас салфеток было Санатас Мне не давал Откуда эти собаки Подобрались с улицы так ну у меня в принципе вот эти вот резинки эти резинки могут быть просто поводок то но купить нужно ошейник нужно купить 2 ошейника им чтобы я на улице с ним гуляла да а к ошейнику вот эту хуйту примотать и все что тебе надо мне кажется он дрожит она когда он меня не перестает видеть у нас кулит смотрите я просто встала а нет кулит все равно ну да знаю болит болит да понимаю понимаешь все и теперь нужно ошейник поводок не заценила какую собаку поменьше есть фотка у тебя какая наверное холодно может даже теплый пол вкручить либо еще один плед просто у меня есть пледики сейчас я вам дам и может быть если вы на нее будете смотреть она не будет так скулить поговорите с ней может она подумает что это глаза и не будет скулить а 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 О, боги, Олеся спиздила два синих пледа. все нормально мы сейчас вот смотрите и полотенчика вот на всякий случай сползу и правда не знаю зачем просто вот тут будет а это мы попробуем ее накрыть если я накрыть она не будет пиздеть Расскажите Так, ошейник, ошейник надо, ошейник Расскажите Мошенник Понимаешь Да просто веревочку надо найти, да? Расскажите Расскажите В принципе есть же эта подстилка, но мне кажется мой этот щеночек не влезет туда, в которую Женя меня купил Ну как, ну нет Блин, я телефон потеряла с стрима А, по шкафу Правая лапа посевлеет Наверно боль будет возрасте, нужно обезболивающе Да, 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 вот это у меня Это все Ей сегодня уже что-то вкололи Что-то вкололи Остальное нужно будет завтра с утра Так, ладно, пока я на этом присяду Пока еще чистая Ну ей немного, вот того много нужно всякой фигни колоть. Не скули. Аккуратней. Хорошо. Скулит и дрожит, под пледом перестала. Я бы еще убрала вот эту хуйту, но за ночь она может разгрызть этот... Ну, вы поняли что. По виду она на грани. Серьезно? Видно, глаза закрываются. Он уже спать хочет. Ребятишка же маленькая. Может, ты еще поплюшь будешь? Нет? Не это на балконе? Ну да. Думаете, еще нужно чем-то накрыть сверху? Да, вон. Или сюда на ночь принести. Просто я думаю, мне сказали пока там, ну и мой next guard дали от вот этих кожных клещей. Я не знаю какой период убийства, то есть чтобы он не стал заразным для вот этой. Лапы, конечно, все будет нормально, все не столь серьезно. Ну да, просто перелом. Вот, поэтому их вместе нельзя, так я бы их, конечно, тут держала. Поэтому я хотела клетку купить, но клетку завтра утром поеду покупать. Да? Ты будешь спать, нет? Или ты мне потом не дашь спать? Нос еще холоднее и мокрое. Пи-пи-пи-пи-пи! Чекнула, где в этой аптеке сананопс... Да, 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 сейчас пойдем. Пи-пи-пи! Не хочу никуда идти, давайте завтра пойдем. Утром купим все и эту клетку купим для сестры. Я сейчас хочу просто из ошейника, из ошейника получается пойти. Хвостиком виляет, вот там, в трин-трин-делок. Шла! Не лапу не надо, а вот на балконе надо, у нее повредена кожа и нет шерсти. Нужно закрывать, он обессилен. Олеся, если что, я на стриме буду не уйду, буду тебя слушать, так что... Да, хорошо. Спасибо, что нос потрогала. Ну, тогда я второй плед дам, да? Второй, второй там. Носиком так делать, слушайте. Блин. Он так хлюпало прикольно носиком. Хочет стой, побегать, а не может. Ставляйте ребенка вот так заковать в цепи просто. Мне кажется, она просто хочет побегать. Ночью температура, ну, 20. Лучше занести, да? Можешь занести тогда лучше? Да, понятно, больно. Можешь занести, да? что она опять хочет как и телеписить потому что она тоже скулить начала в машине когда захотела поссать кажется ночью у меня сегодня будет бессонная ночь хорошо занесем я думаю можно его временно в ванну положить ну вот туда как вы считаете он все равно лежит да надеюсь что у нас все 100 они же в моих руках собаки такие халютные носи мокрые вставать хочешь да ну вставай попробуй давайте немножко походим и потом занесем тогда ту и и не будем это получается зашли не хотим ходить так стоять а что будешь ходить хочешь походить лапы так перекручены вдруг он может я не знаю у него таз сломанный посмотрите он стоит и лапы вот так вот скрещены я даже боюсь их раскрещивать чтобы не сделать ему больно все ложимся походило Вой, 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 вой. Собаки пиздец какие умные. Просто пиздец. Всё. Теперь можно ложиться, да? Или ты ещё капать будешь? Так, лежи. Ложись. Эх, нихрена тебе! Это, наверное, из-за того, что капельницу ставили. Такая большая лужа, пизда! Видали, какая большая? Блин, ну не просто так вот она скулила всё-таки, да? Ты умная девочка такая! Так. Подождите. Так, чтоб жопы там не видно будет, да? Всё! Всё! А теперь что? Пакать надо? И вот представляете, вот так вот она бы сейчас ссалась и ссалась в этом приюте под себя. И никто бы это не смог убрать. Весь бы у неё этот... Эээ... Так вот... Здесь бы... Засрался вот эта вот штука. Два. 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 И никто бы не смог убрать. Потом... Хотя нет, она бы сейчас его не отдала в приют по-любому бы. Она бы его в стационаре держала. Либо на передержку какую-то ебучую бы отдала. У неё такие ебучие передержки, что я из-за этого предложила свою помощь, потому что мне очень не нравятся её передержки. Там собаки тоже без должного ухода и к ней приходят два раза в день. Можешь еще раз поссать. Не хочешь? Опа! Все, ложись. Ой, кондиционер брызнул, чтобы пахло вкусно. Ну и не кондиционер. Собачий массаж. Не будешь больше скулить? Теперь я буду знать, когда она скулит, она хочет писать или какать. Ладно, пойдемте затем с Рожко сходим. Принесем его в ванну и тут будет нормально. Да, да, с балкона заберем. И прямо в ванну туда, чтобы просто они не соприкасались, а он там, ему нормально будет. Там как раз тверд будет писать, какать, я все буду смывать быстренько. Так. Или ей больно, кому больно? Опа! 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 Здравствуйте, я дяденька Страшко. Так, дяденьку Страшко привезли, юбаный рот, я с ним спину себе сорву точно, это пизда, это пизда. Так, а как мне тогда мыться сегодня? Сегодня я, получается, не мыться буду. Ой, блядь, моя спина. Так, если что, он тут может писать и какать. Он, кстати, тоже молодец. Вот, вот этот, когда его перевозили ко мне в машину, он начал быстро писать, быстренько пописать, потому что он не писает. Они не очень любят писать там, где я спят. Вот. И он, короче, тоже, его нужно теперь выгуливать каждый день. Но нужно, чтобы он ходить начал, я зайдусь его таскать. Вот, вот он тяжелый, пиздец. У меня сейчас я пока довезла, мне кажется, моя спина, блядь, осталась где-то в ванне. Да, Страшко. Все. Жопу тебя оголю. А, мы же тебя не накормили. Сейчас мы его попробуем покормить. Да, он не стал просто. Так, сначала мы ему предложим... Ты что, кашляешь? Водичку? Водичку. Как тебе предлагать тут воду, интересно? Нужно было, наверное, на балконе тебя покормить. Вот, что есть. Так, будешь есть? Давай, вставай. Ебаный шашлык. Так, я его подвину, сейчас. А, блядь! Вот так. На. Халибай. Тут вода. Вода, водичка у тебя, будешь? У тебя уже губы слиплись. Давай, пей. Так, я сейчас что-нибудь постелю. О, как раз я руку пострелю, чтобы... Все, что он пил и ел, она... Сюда ушла. Вот так. О, чётенька. Давай. Ладно, давай начнём не с воды. Хорошо. Если ты сейчас встанет у тебя на... На паштетик. Как-то тут у нас в следующие турки паштетик будет. Не, какой блядпах. Я тебе бы с ума сожралась сейчас. Да, он нормально ест. Так, а что это тут у нас такое? Смотри, смотри, сейчас сразу прям это... Видно, да? Всё видно? Только стойте. Не падайте. О, на. Ля, как сразу активировался. Вставай, давай. Я знаю, ты умеешь вставать. Ты вставал. Ты вообще бегал. Я видела, как ты входишь. Не пизди. Не пизди. Ой, спина болит. Если я спину сорву, это всё и летят. Понял? Лешивый. Ну ладно, давай, покормлю. Давай. Яш. О. Её зерево не гонит. Сусокли что ли? Заболел? Пальцы, пожалуйста, не кусай. Может, ты встанешь, блядь, король? Ну ладно. Сусокли что ли? Сейчас срать захочет, а? Щена, кстати, спит. Кажется, заткнулся. Пописывай нормально. Ну вот и все съел. Вообще зашибись. Просто молочина. Не, пока никакой добавки. Максимум водичку могу тебе предложить. Будешь водичку пить? Мне кажется, тебе надо попить. Да? Ты тоже думаешь, что надо? Давай пристань еще. Дай. Пей на дичку. Пей на дичку. Вот я, блядь, так и знала, что он пить хочет. У него, знаете, прям, когда я пасть открывала, у него сохлась она. То есть, слюней даже мало было. Ой, кажется, он пукает. Сейчас насрет. Хорошо жопа в ванне? Ты пусть ему, ты только пить хочешь, ты все выпишешь. Давай, давай, напивай. Подожди, я тебе еще принесу. Уже все выпил. Микки, бай, thank you. Так. Давай еще чуть-чуть попьем. Пока ты не напьешься. Давай. Давай еще. Такой сладкий. Смотрите, какой сладкий. Опа, опа, все. Вот сейчас вот чувствую, срать будет. Смотрите, сам встал. Он говорит, блядь, заебалась. Сейчас я тебе покажу, как пить ванну. Как будто я вообще воду не пую. Бедняка. Живой пурлит. Все, напился, кажется. Слюнявчик. Так, нужно ему рота протереть. Я всем рота протираю. Ну, понимаете, у меня детей нет, а там, я видела, как мамашу рота протирают обычно. Там, так. Альтипах, ты реально, пожалуйста, срывай, откуда идти? Волону. Давай роту. Ой, тут слюней натекло. И носом вытрим. Носом вытрим. Ты, пожалуйста. Вот, давай. Вот дохуда. Субтитры сделал DimaTorzok а что это за 10 евро ну-ка давайте вот это что-то это я пропустила смотрите сколько всего там а что в донатике было гляньте ребятки поддержка такая так все это мы убираем это наш слюнявчик такой был нормальный свиняться и пригодилась что у нас тут ничего все тут мокро откуда тут мокро откуда сочится я не понимаю ладно слюни понятно может это были слюни просто я переносила и короче так у него воняет говном что-то подождите надо проверить ты какать хочешь ты сри не переживай блин он не захочет сейчас какать в ванне по-любому он приличный вообще я собака он пописал когда он пописал в общем он вообще писал ты если что как они переживали живот полный живот полный давай низцы низцы он может реально терпеть потому что он очень прилично он может думать ну собаки пиздец какие умные на самом деле правда и он может просто терпеть пока у него там нафиг не разорвется все потому что он будет стесняться мы же типа там кормим за ним ухаживаем и он будет думать как бы не хотел я обосрать им все пеленки вот ну собаки все таки насколько я знаю практически все они не вот приличные и мне нужно его чтобы он покатал если бы была бы у меня свой дом я бы сейчас вынесла вы на траву он бы сразу сработал на стенку он бы посрал в траве но мне чтобы донести его до ближайшей травы это пиздец это нужно спуститься дойти до до парка у меня спина отвалится мне нужно что-то придумать чтобы мне кто-то собаку таскал да нужно чтобы собаку таскал у меня коробка есть даже коробка но вот как таскать в ней не знаю это два раза в день нужно выгуливать уже мне не нравится у него гной в глазах у него полезен бериллиоз и клещ она кто-то будет таскать после собаки стримера гной прям вот видите в глазах ужасно привет алик не могу самую большую гнойничок не могу слуха от него отваливается нет как спускать по ступенькам нежели в тонет алик 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 Да, да, там прям гной внутри глаза. Именно потому что у него сплошное поражение ткани, ему надо тепло и много питья. Сила теряется на борьбе организма, поэтому сил набегать нет. Откуда взяла, из группы в инстаграм помогает. Все, грязно. Ну что, по чуть-чуть вот так я его побуду мыть и мыть, и может быть отмою чуть-чуть. Эти хохоряшки будут отваливаться постепенно. Я думаю, через неделю-две начнет новое это... Я не плачу, вы что? Через две недели... А что это у нас тут, смотрите, кто спит? А ну не спи! Что это ты спишь? Я не понял. Ты потом будешь мне ночью будить меня? А, не спи, не спи, не спи! А-а-а! Нет, тебе нужно не спать. Вот когда я лягу спать, тогда и ты пойдешь спать. Пизденыша маленькая. А что это у нас такие ляпки, такие хорошие? Люсь, да... Собака пукает. Вот эта вот собака пукает, он какать хочет. Ребята, нужно его на улицу, он бы реально посрал. Может спустить, а? У меня нормально дела. Ай, что, 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 что? Не спишь? Пип! Ты вот эту вот мне простыночку здесь, пожалуйста, вот эта лапка не... Не надо вот это вот. Вот так должно быть. Понятно? Ух ты, как ляпка. Ты как вытягивай такая. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Видите, уже все-таки такая расслабливая собака. А ты живота любишь тесаться? Живота вот так вот. Вот так вот, живота. пуштый пуштый надеюсь я когда салфетка терла у меня антибактериальные клещи нет товарища лапы по несчастью вообще он какой-то страшкой я бы его каким-нибудь знаете демоном назвала какими-то пляшивым быть ой массаж какой-нибудь черт я не знаю что он лапки втягиваю такой-такой-такой холёшая не знаю где тебя сбила машина может тебе везде больно но мне кажется тебе нормально тут страшилка черный ух белая лапа черный ух кстати да хорошо вытяжка работает они такие вонючие ты просто пиздец ребята особенно вот этот вот страшко которого нельзя мыть а у них вообще у всех у кого клещи вот эти они все вонючие я помню помнить не помню помните собака этот как его собака кто он там называется был у нас последний которого я спасла то на дороге вот он был тоже с клещом и вообще папе капец вонял среда вагать 3 не бойся я сразу вымою что тут не в говне ты не выложился черное ухо будет то ярдым и да-да-да-да ярдым вот он вонючий его даже когда мыло его помните сколько раз мыло все равно вонял именно они воняют вот так не псиной а вот прям вонючим чем-то это из-за этих клещей а этот же один клещ просто он вообще один клещ капец ты не спи я сказала не спи лучше будешь спать когда я буду спать еще час выдержи хотя бы да сколько время вот получается у него вот тут тут блок того где вас надеюсь нету ну ладно не хочешь срать и не надо понятно понятно все как посрешь ты меня позови если что позови как посрешь я думаю что знаете даже ему нужно жопу вот так вот сместить чтобы он там подосрал не на коврик посрал вот так вот все что прям четенько как акашка в ванну шла собаки думаю я уже спина болит так внуков стоит все до свидания еще раз руки помоем и все это чуть-чуть воды вот тут будет стоять понял ой нужно этой хотя бы видео снять до моей на ватсап нужно отправить будет видео так значит привет как дырла нормально себя ведут дети сейчас ей торец запишем вот дети в общем у нас пока вот в таком вот состоянии одного ванну положила не знаю потому что вместе их нельзя держать же вот и а он все равно лежит не двигается не знаю пока еще не придумала не придумала вот а это в общем все они уже это готовые такие чилят на расслабление все поели попили медикаменты я не купила куплю завтра это вообще вот такая вот такая вот такая пузечка сладенькая такая собачка такая лапки вытягивает внутри как девочка девочка такая преддевочка какая щекоток наверное не бойится все отослала это девочка которая мне их дам все стори записали отчитались я уже спит реально писать хотела поэтому скулила правильно все до свидания лагаем на отсылание ни хуя себе поводок пока не нужен получается good night guys я вам такой наверное свет оставлю вот такой чтобы они чуть-чуть что-то видели или ночь сделать не я же ссать еще буду заходить когда спать буду фух уложили детей как говорится теперь телефон бля спина заболела только нету только нету ребята будет очень и очень и очень плохо если у меня будет спина болеть но ничего я завтра с утра попробую по ступенькам спуститься с этим страшком у которой 250 собак да 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 попробую спуститься чтоб он посрал поссал заодно мне нужно не забыть мешочки взять если он будет у нас в ступеньках срать страшно ты думаешь не выключать не наоборот они должны что ночь все ночь света нет ничего нет я не приду я к ним ночью да пусть хоть заскуляться и обосрутся там и все что хотят то и делают но ухами но ухами it's ok положено наивно ну да это мой первый опыт я сразу сказала что я могу любое время отказаться от всего этого дерьма я сказал что я попробую я рассчитывала только на одного собаки на то есть вообще у меня было в планах взять одного собака просто лежащего вот как тот не встающего даже чтобы он просто лежал я его ух выхаживал чтобы он был лежачим прям вот чтобы этом уколы капельницы ставила кормила поила выхаживала как только он встает на ноги начинает двигаться дрыгаться я его отправляю в этот приют вот такое было условие а с щенками я не договаривалась вообще просто она говорит блин ну возьми щенка попробуй и если он будет говорю скулить то есть он будет мешать соседям спать мне соседи будут жалко что и и как только он станет активным мне придется его сдать если у меня будут проблемы а сами писать на кухню пойдешь нет буду с ними ссать что там я чего не смогу пролезть что ли как будто там их 50 штук сидят лесик нужна переноска не таскай на пузе так как переноска как я же говорю у меня нет лифта я живу на самом последнем этаже не выгибай спину поднимай прямой спиной хорошо до давались жрать даду пожрём чё-нибудь дайте позором потом посмотрю так я надеюсь нормально руки помог мне уже теперь знать антисептик только собачьи это сейчас ой так это так спирт 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 сейчас я принесу спирт и мне бы желательно для него пш пульверизатор либо хлоргекситин что так так наше так 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 все чел устали а я с рыбалки пока пока чел а шпиш пшикалка для пилона о точно она блин большая нужно маленькую вот нужно что-то типа корзина чтобы у нас помните уже такое было когда скутером проблем было вот если бы я придумала что-то то увидите меня бы это пригодилось макдональдс поели у меня вот курочка есть курочка есть помидоры сейчас разогреем и яичко бросим яичко и перчик нормально я быстро кукингану понимаете у меня стрессовая ситуация не бросайте меня это я уже съел тут был салат вообще я зелень все съела оставила вот это подогреем все сыром засыпем яичко бросим и чешенько будет так мне нужен один агерок еще и зелень а это что такое там это грибочка зелень потом агерок можно сейчас побрить вот вот О, быстрый ужин, заячный раз. Это сливочное масло. Пива у меня нет. У меня уже практически даже вина не осталось. Вот так. Ой, там не постелила. Знаете, что? Вот я что сделаю. Не фитнес, ты, а все простит. Опа. Все. Это трава. Это сейчас будет показано, как я вообще ем. Я сейчас буду есть. Это же не кухенстрим, да? Это будет просто етингстрим. Вот так я всегда ем. Ну, такой салат я не делаю. Вот у меня какой салат. Иногда я это ем прям с яичницей к прикуску. Да, Кэндис? Это я только для вас готовлю красиво. А вообще мне как бы пофиг, да? Я еще повезло, что у меня курица есть. так, а это мы на мыру. Ммм, вкусный, кстати. Салат. Салат, поеду. А, я что делал, про яйца забыла. И еще вот что есть. Тоже вкусно. Так, а что это яичко у меня тут плохо прожарилось? Давай, нормально прожарю все. Все, а теперь вот такая у меня штука получается. Выкладываем тарелочку. Я думаю, даже вот в этой. Маленькую. Все перемешиваем. Иногда чуть просто поесть, особенно когда голоден. Все вкуснее в два раза. Так. Ну, знаете ли, я вам во что скажу. Аппетита у меня все равно нет, просто есть хочется. У меня обычно наоборот. Я есть не хочу, а это аппетит всегда есть. Идентичные люди, ответните, пожалуйста. Вы сейчас сойдете с ума. Спасибо. И с ночью не так уж и плохо. Какой ночью? Мне еще 9 вечера. Аппетит. тут мясо курица яичка сыр пластиковая это я просто со сковородки снимала пластиковая ложка вообще мне нравится эта черная пластиковая ложка красненькая это помидор эта курочка сыровая вкусно очень у меня воды не налила мне кажется она знает что тут собаки какие-то не придет я вам видео забыла высох я слышу охуенно подождите села что-то написал а я тебе советую нам это сделать другого подплаты потому что другой не будет сейчас вставать потому что на другом у него на заднице там еще и гипс то есть мы вот сделали операцию и пиксала живым потому что ему особо двигаться и нельзя и в принципе он и не сможет даже если он захочет но пока сегодня пойдет так в другой этаже не охватили но другой это выпрыгнет я тебе это гарантирую это потом когда ты приехал с дороги еще туда-сюда но ты просто придешь и увидишь что он выпрыгнул сидит с этой стороны поэтому мой тебе совет поменять этого сюда, другого туда я потом в воды попью что? вот что я поняла она сказала что зря ты так сделал лучше наоборот потому что как раз тот за гипсом он вообще не встает он наоборот не встает и вылчет в ванну а этот он говорит выпрыгнет из ванны это типа он делает вид что он такой на самом деле он говорит если он встанет он очень активный то есть если у него он соберется силами и захочет выйти вот my pleasure hello а видео же хотел вышло что ты тут кушаешь? А? Ты птичку поймала? Ну ты конечно даешь, блин Я тебя вообще не кормлю, а, киса? Ты зверь просто Да, 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 все Я домой зайду Все, откидываю, гляньте Чак-то га Блин, в охуете, конечно Блин Блин Ну так что, еще у меня завтра Позднее должно быть быть танцы У головы Там голова, она так согнута была Там она была Вот Да не говори, блин Еще главное, смотрите Вы заметили, я специально сфоткала Зерно Кто рассыпал зерно Чтобы птички начали чирикать У меня под этим Кошка их поймала Вот скажите Охотница А вы думаете Еще говорю И что ваша кошка ест Когда ты уезжаешь О, птичек ест А, да все горела Завтра получается Я даже не знаю О чем я стримит Если я не буду танцевать Или все-таки потанцевать У меня же про массаж На 9 На 7 вечера Кошка умная Ловушку устроила Мне кажется Мы ее не дадим Она очень умная, кстати Я ее очень даже дооцениваю Я просто Не знала, что она Жадная Мне еды полно Блин, я кормлю Она толстая уже стала Матери птички Но это азарт Знаете, мне кажется Она типа хищник Цепи А, кстати, я вчера потренировалась Вечером А, я вам сказала Викинга Не знаю, кто таким Не скулит Видите, скулит, когда ссать хочет Теперь, когда она будет скулить Я ее буду поднимать И стоять, ждать Когда она просрется и простится У меня, Кэндис Слава Богу, нет Пойду чакнуть, что там они Нормально Все 15 кг Поднима Отойдя не может Мать У тебя ж дети на руках Нужден поморщик У которого не банит спина Кажется я ребенка разбудила Южи мать История зарядной машины через день Что такое через день? Не понимаю о чем-то через день Спасибо, Фрид Бывшая? А вы прикиньте, кстати, написал мне Ну не бывшая, а вот этот Который цветы поливал, говорит Увидимся типа Я думал, ну если только собаку отнести Фу-фу вот такой быть, меркантильная сука Вот лишь бы собак ей относить А взамен ничего не хочешь давать Ну не, я не пойду Я, конечно, меркантильная, но не настолько Ой, у меня батарейка разрядилась Все, через 10 минут пойдем отдыхать Лерь, хочется? Лерь, нельзя отдать в приют Погодите Или можно? я же хочу временно почискаться я не хочу там постоянно я вот так материнский свой инстинкт сейчас выплесну и нормально показалось, что ты очень часто ездишь заряжаться да я сегодня села за руль и такая думаю я уже разрешила съездить когда я последний раз ездила? я последний раз ездила когда на море вот ездила вам фотки высылала неделю назад, наверное вот я заряжала я только дней 10 назад, да и сейчас, короче, нет когда последний раз я вообще вам скидывала фотку, что я их заряжаю? вот тогда, наверное, последний раз я их заряжала а так в среднем раз в неделю когда вот на море туда далеко ездили приходится 2 раза в неделю иногда только дай знать Мастину, спасибо очень приятно no overbetter answer не раз слышу, а что написал? руку и сердце? нет! вообще, это было очень нагло я бы даже хотела пожаловаться, но я не знаю, как пожаловаться чувак, которого я сказала, что у нас с тобой ничего не получится потому что, ну, у нас с тобой ничего не получится вот в общем, да, и он спустя какое-то время вот это пишет в гости не пригласишь и меня это так оскорбило, знаете я вот думаю ну, я бы с ним не согласилась встретиться, но в гости думаю ах ты сука! мы расстались из-за того, что я ну, он меня финансово не потянет то есть я в любом случае буду ну, как с бывшим, со своим, с мужем настоящим да, я думаю, ну, смысл у меня вообще с таким даже начинать строить отношения я даже ничего не начинала, да я просто, когда поняла, что человек ну, работает только на себя мне не интересно это, да я ему дала время, он там не проявился ну, это нормально я повстречалась, повстречалась и послала его нахуй, грубо говоря все и то есть я послала, и мы поговорили с ним честно он говорит, я понял тебя я вообще прекрасно тебя понимаю да, я действительно никогда не смогу тебе дать то, что может дать нормальный мужик я говорю, ой, какой ты молодец все, мы нормально попрощались он говорит, я все поняла я говорю, я все по все да, я говорю, не пиши мне да, говорит, все ну, максимум раз там в полгода узнать, как дела все, не пиши да, все, окей и он, пригласив гостя это типа, у тебя вообще настолько все плохо что ты даже не можешь меня никуда пригласить блядь, даже на улице даже кофе попить сука мне реально видно ну, за кого вот вообще меня мужчины держат неужели я все может тебе еще поляну накрыть тут, блядь вот, меня, короче, оскорбило я думаю ой, сейчас чуть не сказала плохое слово вот это короче, вот так вот вот такие у меня дела чай все люди любят да похер на что пригласить ну, домой попросить за пиздец наглость это это унизительно ну, понятное дело, что он ну, я ему тут он знает, что я не не не, да да, то есть он идет домой явно не с целью меня присунуть это исключено он это знает но, все равно это насколько бюджетно пойти, блядь, к женщине домой надеюсь, ты смотришь стрим и понял, почему я сказала нет а я все равно бы сказала нет короче, это обидно было это пиздец, как обидно было а лесяц с прицепом теперь а он еще и собак не потянет то да, я на собак он потратил если б не вы, если б я вот сейчас сама потратила я его месячную зарплату потратила на собак сегодня просто а, кстати в этом, в ветклинике оставила собак месячную месячные собаки месячную зарплату я не знаю, серьезно, сколько у него зарплата но имейте ввиду, что это я в любом случае зарабатываю больше а мне такое неинтересно так мне нужен чек я чек должна была а, нет, я вам не покажу чек потому что он в машине там чек, там эти что купить надо да, да, да с прицепом теперь, да а он уже в черном списке не, я его не заблокировала он же хороший человек он хороший человек но он в черном списке из тех людей, которых я я не буду больше с ним строить вот ничего даже вот просто даже просто пообщаться все у меня это он как бы не забанен но вот как ты, наверное, правильно выразить все-таки в черном списке да, все человек, который не имеет никаких шансов никаких вот не гостеприимно нефер ко мне шлятся да, ты пиздец, блядь, мужики вот, ребята запомните вот этот момент не напрашивайтесь к женщине в гости это некрасиво некрасиво как минимум вы можете напроситься в гости попросить знаешь, я хотела бы не к тебе в гости а вот я вот слышал тебе нужна помощь, чтобы спустить собаку хотя бы, блядь, под таким предлогом либо ты знаешь у меня слишком много арбузов мне привезли 50 тысяч арбузов не хочешь, я тебе десяточку принесу домой хотя бы под этим чтобы что-то в одну ну не так не пригласишь меня? вот это он просто рассылку по контактам возможно возможно у него дома не отпускать тебя придет ну ведь есть дом а когда их на осмотр? через 9 дней по-моему вот это вот с ногой не знаю я бы не сказала только лечить их пока а когда осмотр это будет контролировать моя ну моя села села будет контролировать айюль тебе утеку надо было пить ничего страшного я завтра должна там а утром и вечером нужно лекарства делать я завтра уже с утра поеду мне нужно машину зарядить я же так и не зарядила ее вот только на 10 километров ее зарядила вот машину зарядить с утра надо будет съездить пока никого нету вот потом в 10 наверное в 9 открываются все вот эти аптеки потому что я уверена не во всех есть все эти лекарства поэтому я поеду завтра все ухо на ялочке у тебя в аптеку так запомни это ты должна покрутиться с камеры после этих слов смешно скажи что у тебя нет времени 7 раз да я просто сказала нет просто нет слово нет это лучше чем у меня нет времени вот ему мне даже не стыдно было говорить нет другие когда приглашают на свидание я придумываю что-то а для него мне даже это придумываю сука это так другие приглашают на свидание а этот просился домой нет нет нахуй нужно было так нет нахуй блядь пиздец нахуй блядь вот так вот сказать так что пойду нет ответил я так же делаю когда девушки напрашиваются ко мне домой я ни-ни во-во вот суки меркантильные чтобы ты их еще кормил там дома да а имя вот это вот нет чтобы тебя в кафешечку пригласить и жрачку предложить а они что амика спать на полную не заряжаешь никогда очень редко только помог поездку ну чел выждал времени подумал ну раз для семейных решений не подошел ну давай попробуй в гости хоть сходить борща поесть кино посмотреть под кофе ты же наверняка хвасталась что у тебя кофе вкусный вот вот прям в точку мне кажется вот наверняка вот так же и думал нахуй мне делать что-то нехуй сейчас наберу позвоню чё книжка посмотрим кофейку попьем все равно обидно обидно мы разряжаемся надо проводить чёртвом спасибо да это Сашка аккуратненько меня от темы отводит видите какой молодец набиратель следит за всем за всем а то эти меня уже трясти начало да все я как бы высказала продолжать уже действительно уже не надо а то есть накручу себе какой он гад еще раз напиши мне я подумала ты вообще охуел бездельник по гостям ходит я не что взял и работать пошел на стройку я въезжаю в строк ладно не важно короче да да это я просто я конечно все это эмоционально утрировала реально человек хороший просто нельзя так поступать нельзя с девушками особенно приличными это будет некрасиво поэтому мы сегодня будем спокойно ложиться спать надеюсь собаки не дадут что я ляпну сейчас собаки не дадут надеюсь спать сука надеюсь они дадут поспать я высплюсь и завтра если они не заебут я все-таки запущу стрим хотя бы с разминочкой в цепи поиграем действительно игру я никакую вам не придумала еще не хочу ничего играть вот может быть просто посидим опять будем тискать собак там что-нибудь придумай собаками и возможно просто размин как растяжка будет а что значит хороший ну знаете человек хороший есть говна говнолюди вот ты видишь и женщины и мужчины есть прям ну что-то в них тебе сильно отталкивает что-то тебе вот не подходит тебе либо тупой сильно либо наглый сильно либо знаете бывают неприятные люди нехорошие они вот слишком у них какие-то черты выраженные которые тебя отталкивают а человек хороший это когда у него много положительных качеств это не касается мужчины это всех людей то есть ты чувствуешь что человек вот вика например она прям пиздец хорошая у нее конечно свои есть за японию она странная там немножечко где-то в пару местах глупенькая но она хороший человек вот вика хороший человек моя мама хороший человек это вот честность порядочность воспитанность образованность вот это хотя бы ум какой-то есть интеллект вот и вот эта совокупность всех порядочных черт да то есть например я скажу точно что плохой человек если он подойдет и пнет собаку просто пошел и пнул просто и ушел дальше для меня это какой бы он не знаю там классный не был даже если он спас 500 других собак для меня это будет автоматически плохой человек а когда вот ты смотришь общаясь с человеком он много-много хороших положительных черт своих проявляет а это вот как раз доброта порядочность вот это вот внимательность ответственность ну какой-то такой хороший вот это вот я таких людей называю хорошим вот это говорю моя мама моя Вика например Сашка хороший человек вот Кэндис тоже хороший человек показал мне себя там ну Вокаин у нас хороший человек даже если они где-то плохие но я еще так притчер боже мой золотой человек просто хороший человек вот понимаете что я теперь называю хорошим да вот Мне пришлось пнуть собаку, но все плохо. Там, где у меня не хватает харизма руль. Не, мне не харизма, а вот именно даже не ум, наверное. Не то, что ум. Вот знаете, вот есть у нас на стриме один человек, он выглядит, я не буду называть никым, но алды сейчас поймут. Он, когда общается, он немножечко похож на немножечко умственно отсталого. Похож. У него чуть-чуть замедленная речь, да, у него немножечко такой, он как будто долго пытается сформулировать мысли, да. Он тупит. Иногда он прям так тупит, что просто, да, ну, мне прям сдерживалось, да, сдерживалось. Ну, почему? Потому что он хороший человек. Вот он как бы он там не тупил. То есть ум, это не означает, что человек может быть хороший. Человек может быть не особо одаренный умом, но он может быть положительным, он хороший. Поэтому я никогда не проявлю к нему неуважение или не буду издеваться, знаете, вот там. Я буду всегда очень уважительно к нему и понимающей относиться, потому что, вот, ну, он хороший. Вот, да порядочный такой, ну, выглядит, по крайней мере, ничего плохого не сходила. Вот, это я. Такая ты молодец. Собака щенка мучила. Пнул, аж с кулями убежал. Не, я же говорила просто так. А, нет, котенок был. Все поняли, что это я. Надо было лучше маскировать... Я не знаю, как оправдывать тебя теперь. Сам признался. Повтор, да, наверняка именно с такими мыслями. Да, ну не, ну не с других же, а ну с теми, когда завтрак с утра. Подожди, ну не с другими же, но с теми, когда завтрак с утра. Ты не поняла. У него сейчас отсылочка, какая-то моя история, я не могу понять, какой. Ой, да ну, ну не с другими же ж. Наверняка именно с такими мыслями, но не с другими же ж мыслями, но с теми, когда завтрак с утра. Не понимаю, о чем он. Да ладно, это то, о ком я думаю? Да. Я подойду к хозяину и глажу. Вот, Кирилл молодец, сразу видно, порядочный человек. Пляшка большая, жирная. Я, кстати, потолстела бы. Но вы это видели уже. Я сейчас шерки потолзу. Ну, ну да. Да, 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 да. В общем, будьте порядочными людьми, а мне пора отчаливать. Ну, про чала, который в гости просился. Ну, да, а вот про завтрак с утра я не поняла. Я поняла, что начало было про него, а там как будто отсылка к другому, а я не понимаю, к кому. Барбарас, мы тебя не понимаем. Ну, вот, и нота прекрасна. Самая прекрасна. Пойду еще кошку чекну. Давайте собак чекнем на этой прекрасной ноте, что они типа живы-доровы. Еще Кевину показать. Кевин же не бачил собак. Прищемила, сука. Это, блядь, это уже не первый раз, да, помните? Тут хуета, блядь, палочная. Вот это вот, блядь. Это она вот этими штучками, когда вот такой вот чпок заделать. Пизда, блядь. Бедец, нахуй. Я посрался еще. Спишь? Пойду, а ты спишь? Скажите, спит он или нет? Я не вижу. Да, я вижу, теперь шары открыты, да? А вот это вот здесь спит тут. И такая ночка такая. Смотрите, какая ночка. И такая пим-пим. Ой, у меня уже 10% советка. Пим-пим-пим. Такая ночка такая. Утки, собаки. Тебя потом в ванну пущу. Понятно? Мне сказали, тебя можно в ванну терять. Привет, собака. Носа где твой? Пипятка твоя, да? Там проветривали. Видите, сделаешь так. Ладно, все, собаки. Я еще зайду поссать. И свет вам выключу. Вы не думайте, что я тут не буду вас тискать. Для давно собак не было, кстати. Да, да. Вы еще не знаете, на кого нарвались. Этого, если вы не ночью спать не дадите, пизда вам днем будет. Понятно, сказала? Вот так. Все. Тряпки раскидавал актербу. Сука. Эта моя тапочка. Хуя-почки. Все, на этом прикрашены ноти. Эм, на это какая? Подождите, надо это. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Спасибо, постараюсь, мы вместе будем спасать, кстати, я хотела сказать, сейчас скажу, сейчас скажу, что хотела сказать, там еще ребята, я уже в группе похвалила их, скинули на Сбербанк, трое человек на Сбербанк скинули на помощь вот этим куценяткам, вот, и вот, и сегодня еще, ребятки, там подписочки какие-то были, еще там тоже что-то, там донатики, еще было 100 рублей у нас на прошлом, короче, все ребята реально помогают их спасать, поэтому я только как проводник, да, как провод, а вы как бы ток, да, а это как бы потребление, поэтому, когда вы видите этих собак, вы можете сказать, что я тоже помогал, не потому, что вы, если вы даже не скинули деньги, когда вы смотрите стрим, вы тоже помогаете собакам, но лучше всего помогаются, конечно же, деньгами, подписочками, да, и РПш, когда вы приходите на РПшечку, вот эта вот помощь на РПшечке, вот именно, она эксклюзивная, да, если вы смотрите все мои стримы по РП, когда я стримаю, конечно же, конечно же, конечно же, вот, поэтому, если у вас вообще нет денег, либо вы не любите донатить, вы можете просто приходить на РП два раза в неделю на четыре часа, всего четыре часа в неделю сидеть со мной и играть в ебучий РП, и все, и можно сказать, донатите его, помогайте, потому что РП кормит меня, а я помогаю собакам, настроение хорошее, у собак тоже хорошее, любовь как бы передается, да, вы любовь на РП, и я любовь к себе и собакам, и как бы вам тоже, да, ну вы понимаете, о чем я, вы понимаете, вот. Что, что-то пишите мне? Скажи, когда утро начинается в 12? Не знаю. Проводник нужен толстый, чтобы не перекрывать, да. It's too dark, I know, I know. Какой РП лучше? Двух часов будет. Может в игру зайти? Нет. Ну да, можно и зайти, кстати. Офигенный РП услышали? Офигенный, самый лучший РП. Вот, у нас самый лучший сервер Рейнбол, да. Все, я ушла. Спасибо за вашу компанию. Спасибо за вашу компанию, за комплименты, там все такое. Ушло, да. Спасибо. 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 Спасибо.